Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Кнут Гамсун. Дама из Тиволи. Это было летом, во время концерта парижского хора в Тиволи. Погуляв в дворцовом парке, я направился в сторону Тиволи. Там собралась вокруг большая толпа народа, чтобы послушать, как поет парижский хор. Я тоже стал среди других. Тут я встретился с приятелем, с которым тихо разговаривал. Тем временем концерт начался, и ветер доносил до нас звуки пения, негромко и прерывисто. Вдруг я почувствовал какое-то беспокойство. Меня охватило неприятное нервное состояние. Я невольно отошел в сторону и отвечал своему приятелю не в попад. Несколько минут я был спокоен, после чего неприятное и непонятное состояние вновь вернулось ко мне. В эту минуту мой приятель говорит «Кто эта дама, которая так смотрит на тебя?» Я быстро обернулся. Позади меня стояла какая-то дама. На меня смотрели, не мигая, очень странные глаза, синие с поволокой. «Не знаю, кто это», — ответил я и отвернулся. Я был очень взволнован. Глаза все еще были устремлены на меня, и я чувствовал, как они жгли мне затылок. Они производили впечатление металлических и вонзались в меня, как две холодные иглы. Я не мог больше при моей нервности выносить этот взгляд. Нет, обернувшись еще раз и убедившись, что я действительно не знаю эту даму, я ушел прочь от этого места. Несколько дней спустя я сидел с одним моим знакомым, молодым лейтенантом, на скамье, как раз напротив университетских часов. Мы сидели и наблюдали за публикой, которая в этот час гуляния прохаживалась взад и вперед. Вдруг я вижу в толпе два глаза, холодные глаза с поволокой, устремленные на нас. Я тотчас же узнал ту молодую даму из Тиволи. Она неотступно пристально смотрела на нас, проходя мимо, и лейтенант с любопытством спросил, не знаю ли я, кто это. — Понятия не имею, — отвечал я. — Да, но одного из нас она, должно быть, знает, — сказал он и встал. — Может быть, меня? Меж тем дама опустилась на ближайшую скамью. Мы пошли в ее сторону, я потянул лейтенанта за сюртук и провел его мимо нее. — Что за глупости, — сказал он. — Конечно, мы должны ей поклониться. — Ах, так, — только и сказал я, и мы с ним вернулись назад. Он поклонился и представился. Не позволит ли она ему присесть на скамейку рядом с ней? И он без дальнейших церемоний уселся. Он говорил с ней, и она отвечала ему любезно, но рассеянно. Вскоре он уже держал в руках ее зонтик и играл им. Я стоял все время рядом и смотрел на них. Я чувствовал себя немного смущенным и не знал толком, что мне делать. Мимо прошел мальчик с корзиной цветов. Лейтенант, который хорошо знал, что нужно делать в подобном случае, сразу же подозвал его и купил у него несколько роз. Не позволит ли она приколоть одну из роз ей на грудь? Слегка поколебавшись, она, наконец, позволила. Лейтенант был красивый мужчина, и меня нисколько не поразило, что она разрешила ему эту фамильярность. «Но она же мертвая!» — говорит она вдруг. Она выдергивает розу из петлички, какое-то мгновение смотрит на нее с ужасом и, отбросив ее прочь, добавляет тихим голосом. Она напоминает труп ребенка. Я не обратил особенного внимания на эти слова, но меня поразило волнение дамы. По предложению лейтенанта мы прогулялись к дворцовому парку. По дороге туда дама без всякого повода заговорила о каком-то младенце, которого она видела и который теперь похоронен. На этом и ничего не сказали. Чуть погодя, она стала говорить о Гаустаде, о сумасшедшем доме и о том, как ужасно оказаться запертым туда, если ты не безумен. «Да», — сказал лейтенант, — «но этого не бывает в наше время». «Нет, бывает. Как раз это и случилось с матерью того ребенка», — ответила дама. Тут лейтенант засмеялся. «Черт знает что», — сказал он. У дамы был очень приятный голос, и говорила она как человек образованный. Я подумал, что она, вероятно, немного экзальтирована, может быть, даже слегка истерична, о чем, казалось, говорил и болезненный блеск ее глаз. В остальном я не счел ее странной, но мне трудно было следить за ее быстрыми переходами от одного к другому. Это меня сбивало. Мне становилось скучно, поэтому я остановился и распростился с ними. Уходя, я видел, что эти двое вошли в парк. Не знаю, куда они направились, потому что я не оглядывался. Прошло около недели. Однажды вечером, когда я прогуливался по улице Карла Юхана, я вновь встретился с дамой из Тиволи. Поравнившись, мы оба невольно замедлили шаги, и прежде чем я опомнился, я шел рядом с нею. Мы говорили о разных разностях и медленно шли по тротуару. Она назвала себя, это была известная фамилия, спросила и мою. Но я еще не успел ответить, как она положила свою руку на мою и сказала, «Ах, зачем?» Впрочем, я ее знаю. «Вот как», — сказал я, — «мой друг-лейтенант всегда так услужлив. Осмелюсь спросить, как он вам меня назвал?» Но ее мысли были уже далеко. Она показала в сторону Тиволи и сказала, «Посмотрите, какой-то человек ездил на велосипеде высоко в воздухе, среди моря зажженных факелов. Это был эквилибрист на винтовой башне». «Хотите пойти туда?» — спросил я. «Пойдемте, найдем скамейку», — ответила дама. Она шла впереди. Мы перешли через Даммансвейн, вошли в парк, где она выбрала самый темный угол, который можно было найти. Там мы сели. Я попытался тотчас же затеять разговор, но мне это не удалось. Она прервала меня умоляющим движением, «Не буду ли я так добр посидеть совсем молча одну минутку?» «С удовольствием», — подумал я и замолчал. Я молчал верно с полчаса, не проронив ни слова. Дама сидела неподвижно. В темноте я видел белки ее глаз и то, что она все время искоса поглядывала на меня. В конце концов, этот пронизывающий безумный взгляд начал меня пугать. Я хотел было встать, но сделал над собой усилие и только сунул руку в карман, чтобы достать часы. «Десять часов», — сказал я. Ответа не было. Ее глаза, не отрываясь, смотрели на меня. Вдруг она говорит, не шевельнувшись, «У вас хватило бы духу откопать труп ребенка». Мне стало совсем жутко. Мне становилось все ясней, что я имею дело с сумасшедшей, но одновременно мною овладевало любопытство, и я не хотел уходить от нее. Поэтому я посмотрел на нее и сказал, «Труп ребенка? Почему же нет? Я охотно вам помогу в этом». «Потому что его похоронили живым», — говорит она, «и я должна его снова увидеть». «Да, конечно», — ответил я. «Мы должны выкопать вашего ребенка». Я зорко следил за ней. Она тотчас же насторожилась. «Почему вы говорите, что это мой ребенок?» — спросила она. «Я этого не говорила. Я сказала только, что знаю его мать. Сейчас я вам все расскажу». И вот эта дама, которая не могла вести сколько-нибудь разумного и связанного разговора, принялась рассказывать длинную историю об этом ребенке. Странную историю, которая произвела на меня глубочайшее впечатление. Она рассказывала очень непосредственно и правдоподобно, искренне и проникновенно. В ее изложении не было пробелов, а в ее речи каких-либо ошибок. Во всяком случае, мне не казалось более, что она не в здравом уме. Одна молодая дама, она отнюдь не говорила, что это дама была она сама, познакомилась несколько времени тому назад с господином, которого очень полюбила и с которым в конце концов обручилась. Они бывали много вместе, открыто, на улице и втайне. Они ходили друг к другу в условленное время. Он к ней в комнату, она к нему, или они встречались в темноте на той самой скамейке, на которой мы сейчас сидим. Да, и дело зашло так далеко, что в один прекрасный день дома узнали, в каком положении находится девушка. Пригласили домашнего врача, дама назвала его имя, это был один из знаменитых практикующих врачей, и по его совету девушку отослали в провинциальный город. Здесь ее устроили у местной акушерки. Шло время. Ребенок родился. Домашний врач из христиани и по странному совпадению тоже приехал в провинцию, и молодая мать лежала еще больная, когда ей пришли сказать, что ребенок умер. Родился мертвым? Нет, он прожил несколько дней. Но дело в том, что ребенок вовсе не умер. Все время матери не хотели показать ребенка. Наконец, в день похорон, его показали ей в гробу. И тогда он не был мертвым, говорю я вам, он был жив. Кровь играла у него на щечках, и он несколько раз пошевелил пальцами левой ручки. Несмотря на отчаяние матери, ребенка у нее взяли и похоронили. Домашний врач и акушерка устроили все это. Время шло. Мать встала на ноги, и еще больная вернулась в столицу. Здесь она откровенно рассказала нескольким подругам, что с ней было в провинциальном городке, и, занятое мыслями о ребенке, не скрыла от них своего страха, что он похоронен живым. Девушка скорбела и страдала, домашние ее презирали, даже жених ее исчез, и никто не знал, где он. Однажды около дома ее родителей останавливается экипаж. Она должна была поехать кататься. Она садится, экипаж трогается, и кучер везет ее в Гаустад. Опять появляется домашний врач. Почему засадили ее в сумасшедший дом? Что она, в самом деле, сошла с ума? Или боялись, что она слишком громко будет говорить о ребенке? Время шло. В Гаустаде ее заставляли играть на фортепиано для сумасшедших. Между тем, там в ней не находили никакой ненормальности, кроме высшей степени бессилия и безволия. Ха-ха! Ее уговаривали попытаться напрячь свою волю, овладеть собой. Не правда ли это смешно, что ее укрепляли в стремлении разоблачить преступление, совершенное над ее ребенком? Потом ее выпустили на свободу, и она скорбела и страдала. Она не могла найти ни одного человека, который помог бы ей в этом деле. Если только вы не захотите помочь, сказала она мне. Рассказ дамы показался мне весьма похожим на роман. Тем не менее, у меня было впечатление, что она сама верила в него. Слишком хорошо и искренне все это было рассказано, чтобы быть выдумкой. И я подумал, что эта история хотя бы отчасти могла быть правдивой. Например, что у нее действительно был ребенок. Быть может, во время болезни она была слишком слаба, чтобы смириться со смертью ребенка, и в лихорадочном бреду у нее возникла мысль, что он убит. Поэтому я сказал, «Ребенок похоронен здесь?» «Нет, его похоронили там, где я лежала больная», — ответила она. «Значит, это все же был ваш ребенок?» На это она ничего не ответила. Она только посмотрела на меня искоса. Ее взгляд сделался робким и недоверчивым. «Само собой разумеется, что я помогу вам, насколько смогу», — сказал я спокойно. «Когда мы поедем?» «Завтра», — сказала она живо. «Милый мой, завтра!» «Хорошо», — сказал я. И мы уговорились встретиться на следующий вечер в семь часов. Тогда отходил поезд. Я ждал на станции в назначенное время, твердо решившись сделать обещанное. Пробило семь, она не пришла. Поезд отошел, я стоял и ждал, ждал до восьми. Дамы все еще не было видно. Наконец, когда я как раз собрался уйти домой, я увидел ее. Она скорее бежала, чем шла по улице прямо ко мне. И так, что все окружающие могли слышать, она сказала, нездороваясь громко и явственно. «Вы, конечно, понимаете, что я все солгала вам вчера вечером. Вы же понимаете, что все это была шутка?» «Конечно», — ответил я, испытывая некоторую неловкость от того, что она говорила так громко. «Конечно, я понимаю». «Да, не правда ли?» сказала она. «Но ведь вы и могли принять это всерьез, и тогда помилуй меня, Боже!» «Отчего вы просите Бога помиловать вас?» «Нет, пойдемте», — сказала она и потащила меня за руку. «И не будем больше об этом говорить. Будьте так добры», — прибавила она. «Как хотите», — ответил я. «Я на все согласен». Мы пошли по Руссен-Крансгаттен к Тиволи, перешли через Даммансвейн и опять свернули в парк. Дама по-прежнему шла впереди. Мы сели на нашу старую скамейку и немного поговорили о разных разностях. Она, как всегда, была непоследовательна в ходе своих мыслей, но, в общем, довольно интересна. Она даже несколько раз засмеялась и иногда принималась напевать песенку. В десять часов она встала и попросила меня проводить ее. Я предложил ей руку, скорее шутя, чем всерьез. Она посмотрела на меня. «Я не смею», — сказала она серьезно. Мы пошли к Тиволи и вслушивались в доносившийся оттуда шум. Эквилибрист опять поднимался по винтовой башне. Моя дама сначала очень испугалась за него и крепко схватила меня за руку, как будто она сама подвергалась опасности упасть. Потом она пришла в веселое настроение. Что, если он сорвется вниз? Что, если бедный ездок упадет и угодит в пивную кружку на одном из столиков? И она так смеялась при этой мысли, что слезы катились у нее по щекам. Все в том же отличнейшем расположении духа мы направились домой. Она опять напевала какую-то мелодию. На темной улице перед каким-то домом, где снаружи была маленькая черная железная лестница, она вдруг остановилась и с ужасом уставилась на нее. Я тоже остановился, удивленный этим. Она показала на нижнюю ступеньку лестницы и сказала хриплым голосом, «Как раз такой величины был маленький гробик». Но тут я, по правде говоря, рассердился. Я пожал плечами и сказал, «Так, мы опять начинаем?» Она посмотрела на меня, и медленно, совсем медленно, ее глаза наполнились слезами. При свете, падавшем из нижних окон дома, я видел, как дрожат ее губы. Она беспомощно сложила руки. Мгновение спустя она сделала шаг вперед и сказала, «Милый, дорогой мой, будьте ко мне снисходительны». «Конечно», — опять ответил я, и мы пошли дальше. У своей двери, прощаясь, она вдруг пожала мне руку. Прошло несколько недель, в течение которых я не видел этой странной дамы. Я злился на себя за свое легковерие и убеждался все больше и больше, что она насмеялась надо мной. «Хорошо же», — думал я. «В таком случае, черт с ней». И вот я сижу однажды вечером в театре и смотрю «Союз молодежи». Во время второго действия меня вдруг охватывает тревога. Что-то помимо меня действует мне на нервы. Я чувствую тоже беспокойство, что тогда, около Тивули, во время концерта парижского хора. Я быстро оборачиваюсь. Совершенно верно. Моя дама сидит и смотрит на меня своим воспаленным взглядом. Я пригибался, вертелся на своем месте и за всех сил стараясь следить за Даниэлем Хейра. Но весь вечер у меня было неприятное чувство, что меня сзади пронизывают эти металлические, немигающие глаза. Я встал и ушел, не досмотрев пьеса до конца. Я уезжал на несколько месяцев из города. Когда я вернулся, я уже совсем позабыл о даме и Стиволе. Я ни разу не подумал о ней. Она исчезла из моего сознания совершенно так же неожиданно, как появилась. В один из последних туманных вечеров я ходил взад и вперед по Тарфгаттен от Кухмистерской до аптеки. Я ходил и наблюдал, как люди натыкались друг на друга в тумане. Я ходил так уже с четверть часа, когда подумал про себя, дойду еще раз до аптеки и пойду домой. Было одиннадцать часов. Я еще раз дошел до аптеки. При свете ближайшего фонаря вижу, что навстречу мне идет какая-то фигура. Я отступаю чуть в сторону, и этот человек тоже. Я быстро беру влево, чтобы избежать столкновения, и вижу глаза, устремленные на меня сквозь туман. — Дама из Тиволи! — шепчу я, окаменев. Она шла прямо на меня. Взгляд ее был неподвижен, черты лица странно искажены. В одной руке она держала муфту. Она посмотрела на меня одно мгновение. — Это был мой ребенок, — сказала она с особенным выражением, повернулась. Исчезла тумань. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.